Сквозь пламя психологическая подготовка на тренировочной полосе. В специальных костюмах пожарные прошли через огненные лабиринты и взобрались на горящую эстакаду. Мой коллега Иван Деревянченко расскажет о сложностях выполнения задачи и особенностях экипировки. Перед встречей с огнем пожарные тщательно готовят экипировку. Компликт защиты состоит из трех слоев. Специализированная одежда, боевая и теплоотражающий костюм. Такой скафандр выдерживает температуру 200 градусов на протяжении 20 минут. При прямом контакте с пламенем – полминуты. Состоит из накидки на голову с защитным стеклом, куртки, брюк, рукавиц и бахил. Эти учения не на скорость. Здесь важно сохранять голову холодной. Сегодня на огневой полосе психологической подготовки тренируем психологическую устойчивость при работе пожарных. Каждый может оценить свои возможности, может оценить возможность своей экипировки, боевой одежды, понять, насколько плотно можно подходить к огню, ну и побороть свой страх, кто это еще не сделал. Тренировочная полоса поделена на несколько зон. Сначала – узкий полыхающий лабиринт. Так спасатели отрабатывают навыки ориентирования в узких задымленных помещениях. Затем – подъем на высоту и лаз по трубе. Друг за другом пожарные взбираются по лестнице. Массивный костюм весом более 10 килограмм и полыхающие шины снизу усложняют задачу. Тренировочное задание максимально приближено к реальному. Такую полосу препятствий спасатели преодолевают при возгорании на нефтеперерабатывающих заводах. Главная опасность не пламя, а удушливый дым. Чтобы не угореть, используют баллоны с кислородом. Его объема хватает на час. Великолепно чувствую себя, я справился. Все отлично, все мои ребята, предметные коллеги справились, я рад. Часто такое на работе происходит? Периодически происходит. При тушении пожаров времени на панику нет. Поэтому наряду с физической спасатели обязаны проходить и психологическую подготовку. Лучше всего нервы закаляет сам огонь. Для пожарных сегодняшняя тренировка – обычное утро будней. Иван Деревянченко, Борис Гладких, Новости ОТС.